Здравствуйте, новые уроки «Этикеты Копром» Этикеты просто от Александра И сегодня мы учимся, как правильно любить Копром Прошу прощения, она не держится Я ее сниму, она стоила целых 2 ка соля Я вам сегодня преподам 3 урока 3 урока Первый урок Я забыл, какие, я буду поглядывать Можно поменять слайд Урок 1 Первое свидание с Копромом Можете следующий слайд Полиамория Я могу позволить себе ходить на первое свидание с Копромом На 2-е, 3-е, 4-е, 10-е, 20-е, сколько угодно И вы можете себе позволить Копром Абсолютно полиамория Копрому не нужен один смотритель Вы можете менять Копром в день по 10 раз Сегодня изгибчики А завтра какая-то стекляшечка В этом суть Копрома Он приемлет Вашу свободу выбора Можно следующее слайд Можно следующее слайд Можно два глаза Можно одним глазком глянуть У него нет проблем Можно в пол глазка Можно вообще закрыть глаза Копром все равно вам откроется Это обязательно произойдет Может следующее слайд Ну или если вы, например, не хотите смотреть полными глазами на Копром Можно его прикрыть чем-нибудь более красивым На две трети Можно начать из трех третей Дерево Или еще что-нибудь не менее красивое Можно следующее слайд Когда вы видите Копром Главное сдерживаться Будьте толерантны Сдерживайте свои эмоции Не показывайте Копрому свои первые впечатления Пожалуй, это самый важный урок этикета Будьте культурными Копром не приемлет вашей чрезмерной толерантности Ну, можно, если что Посмотрите на модернизм Если вам уж так не нравится Копром А потом перейти к Копром Можете следующее слайд Немного Копрома Всегда уместно Никогда не отказывайтесь от предложения Копрома Даже если Внезапно его стало слишком много Культурный человек соглашается на Копром Можно следующее слайд Не вижу текста А, Копром это прекрасный повод Влюбиться во что-то новое Следующее слайд Не одевайтесь чрезмерно Ни в коем случае Нельзя быть красивее Копрома Копром главный Вы им любуетесь А он вами Не позволяйте себе излишнего Уважайте его Можно следующее слайд Я еще Достаточно стар Чтобы представить себе Что меня ожидает Когда просят Зайти в Копром Ничего нового Я там Точно Для себя Не увижу Но вы Молодые студенты И возможно Стоит иногда Попробовать Войти туда В первый раз Вас ожидают Замечательное открытие Можно следующее слайд Одуван Мы поссорились Но у него такой взгляд На Копром красивый Не мог его сюда не вставить Так С любовью смотреть На объект Нового желания Может только Одуванчик Можно следующее слайд А теперь Немножко отдохнем Копрома Многое Сначала тоже Не должно быть Хотя Неизвестно Что еще Красивее Можно следующее слайд Можно следующее слайд Я всегда был Блоким графическим дизайнер Что там написано Вежливый отказ Вежливый отказ Не обязательно вам Копром Он должен понравиться Копром Я обязан кому-то нравиться И вам В том числе Можно следующее слайд Для этого Надо уметь Вежливо отказать Копром Как это сделать Ну допустим У вас есть Второй партнер Вы говорите Нет Я люблю Больше воронка Извини Ты не в моем вкусе Или можно Следующее слайд Или сказать Давай убедимся Вечером Вечером Наверное Будет покрасивше А Копром Вечером Раскрывает Свои новые краски Можно Следующий слайд Еще раз Чуть-чуть Вдохнем Совсем чуть-чуть Достаточно Следующий слайд Здоровые отношения С Копромом Первые Третьи Десятые Свидания с ним Обязательно вас приведут К отношениям Копром невозможно Не полюбить на всю жизнь Это я вам С сознанием дела Говорю Можно Следующее слайд Теперь мы Разберем Девять кругов здоровых Отношений с Копромом Следующее слайд Первый круг Все круги Помог мне Разобрать Мой Друг Даня Он Очень хорошо Знает Супружеские отношения Я могу На него Опираться Первый круг Здоровых отношений С Копромом Зеркальное стекло Зеркальное стекло И здесь я Поподробнее Чтоб Ну не просто Как трепать Зеркальное стекло Для Копрома Очень важная Составляющая Его Идентичность Его надо Принять Как часть Копрома Не шеять его Копром Это Бодипозитив От архитектуры Копрому Нравится стекло Особенно Зрелому Копрому Стекло Это Часть его Идентичности Ее надо Понять И Желательно Полюбить А Иначе Как еще Вписаться В первый круг Здоровых отношений Можно Следующий слайд Шляпки Копром Очень любит Разные Шляпки Я сейчас Попробую Свою шляпку поставить Еще разок Но боюсь Что она упадет А все-таки Две тысячи На руке не валяются Красивая? Да Не зря купил Могу перепродать После лекции Хоть в баре посижу Прошу Шляпки для Копрома Важнейшая составляющая Архитекторы Любили Экспериментировать С ними Делать Совершенно разные шляпки Многим они не нравятся Например Эдувану Но важно понять Что шляпка Это не просто часть Этичности Копрома Это постмодерн Вообще Это культура Культура всего мира Культура шалости И Российские архитекторы Они говорят Что шалить хорошо И мы смогли шалить Именно в девяностые Нулевые годы Это были Максимально свободные годы Сейчас К сожалению Уже не так Полюбите Копром За его шляпы За все разнообразие Его шляпы Полюбите Полюбите Каждую шляпу И тогда Вы будете Такой же Как их Можно Следующий слайд Слава Богу Вроде Сохраним Декорирование Имена Декорирование Копром Любит Энергичные цвета Брутальные Выражения Самого себя Копром Декорирование Что декорирование Копрома Суть Его Философии Может Своим числом Изгибица Изгибица Именно Изгибица Этого Научил меня Даня Он Поэт Я бы До такого Не догадался Изгибчики Каждый Изгибчик Копрома Подобен Утаром Печан Вам Как студентов Художественного Вуза Должен быть знаком Удар Меча Я Замечаю Всего Искусствоведческий Дед Прошу прощения Звился Надо Выпить Так вот Удар Меча Активно Использует Копром Он Бьет И себя И нас Пощал Чтобы Мы Приняли Его Таким Как он Есть Он Он Не Пытается Вписываться В Обстановку Он Не Антагонирует Но В то же время Он Заимствует Другие эпохи Копром Полированный Полированный С Вами Прикричите Какой-нибудь Неймин Копром Копром Вы Не стесняйтесь Кричать Можно Я громче всех с Рома говорю Казино Что И Прикричали А можно что-нибудь Копром Сказать Премиальный XXL Lux С Рояль 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 Что это? Рояль Рояль Сенат БЦ Еще Что И ТРЦ Макдональдс По всей тресторону Просто Макдак Кристофский Премиальный XL Бадабу ЖК Люксор Люкс На острове Все это любит Копром Он любит роскошь Согласитесь Каждый из нас Немножко любит Роскошь Но Копром Любит его В полную силу Выпихает его Парын Каждый раз Копром свободен Выражение Своей роскоши В Следующий Пункт 3D Max В период Копрома Архитекторы Вы Дизайн Освоили 3D Max И Другие Программы Конечно же Такие Трудности Знания Надо было Применить Не зря же Вы изучали 3D Max Некоторые Архитекторы Копром Нечательно Заживали Две кнопки Копирования И в итоге У них получались Прекраснейшие Произведения Голубая пара Там например И это в Ленобласти Но труднодоступно И это официальное название Копром Любит копировать Любит Повторять Но он любит И вырезать Интересные Титали Все Что вам может Позволить 3D Max Копром Примножит В несколько Раз Следующий Иронический ордер Что там Артекон С его Рефлексиями На Древнюю Египет И на Древнюю Грецию То ли дело Копром У каждого Автора Был свой ордер Вот где Пространство Для изучения Это вам не 3 Зазубрить Это вам тысячи Тысячи Посмаковать И полюбить Любуйтесь Ордером Копрома В нем Суть Свобода Выражения Следующий Слайд К Провенцированию Сейчас я вам Скажу одну историю У меня Рука Затекла Я немножко Поменяю положение История очень печальная История Вспомнил историю История Про то Как на нас обиделся архитектор Все мы обижаемся Иногда Один из ключевых архитекторов С которыми очень дружен Владимир Жуков Лучший представитель Копрома в России и в мире Создал Самое Прекрасное И одновременно Стрёмное Здание В Петербурге Реггенхолл Барламов его Включил в свой топ В лучшем здании В России Не согласен Макдог В виде Домика Барби Когда я с ним активно Переписывался В сердцетях Он подумал Что мы имеем ввиду Копра Копра И очень обиделся Сказал Как вы смеете Переименовывать Фекализм Тот самый прекрасный Фекализм Переносший Стакализм От Валики Стакам Не постесняюсь сказать Валики Стакам Но мы ему объяснили Что на самом деле Капаталистически Вы же любите деньги Он сказал Романтизм Романтизм Так он до сих пор Романтик Очень мечтает Реализовать дом Поезд Финляндского вокзала Если кто-то захочет Можете ему помочь Шестиметровый поезд Стеклянный Финляндского вокзала Предоставлю доступ К Ахиме Я готов опять Возбежить Компрометирование Копром Любит Приобщаться Любит Тоже присутствовать Он говорит Я здесь Эй Я тоже хочу с вами Компрометирование Компрометирование Если ему не дают Это то Как мы не уважаем Старую архитектуру С одной стороны Но с другой стороны Это пример того Как мы не уважаем Копром Это здание ненавидят Но оно уже стало Частью наследия Как можно Любить Модерн Любить Конструктивизм Но не любить Копром Если вы Исследователь Я Исследователь Я Жутко Люблю Всю архитекту Можно Следующий слайд И еще Компрометирование Был Скучный Типовой Советский ДК В каком-то Мнылом Северном Городе Таких Много Но мастера Копрома Решили Сделать его Уникальным Массовое Стоит любить Я бы сказал Что я против Компрометирования Но Компрометирование Часть Памятника Нашего Время И Компрометирование Надо Сохранять Оно Свидетель Эпохи Того Как мы Относимся К архитектуре Можно Следующий слайд Уроки Не могут быть Долгими Ручка Уже Затекла К сожалению Думал Добью Весь Бокал Придется Завтра Самореклама Я уверен Что Вы уже Все Подписались Правда Правда Но если не подписались Как Вчера В Москве В доме Наркотина Мне сказали Очень научный канал Рекомендовали Рекомендовали все московские военные Москвы. Научность там есть. Относительно. Если хотите поподробнее, можете приобщиться. Но вообще, с слабыми нервами не рекомендую. Спасибо. Вопросы? Давайте по очереди. Я не улавливаю. Я могу только до двух считать. Часто или проводятся? Я могу каждый день. Сейчас запишем. Я тоже пиратскую версию вам скину. У вас сплывают ко мне каждый день? Я буду сплывать. Пиратить будем. Пиратить будем. Какой? Русский Фиснейленд. Сказка. Сложный вопрос. Не уверен, что готов отвечать на сложные вопросы сейчас. Может сядете? Да. Можно, я думаю, выйти из опыса. Да. Потому что вопросы все-таки это основное. И надеюсь, что их будет много. Потому что это все-таки призыв к участию. Такой странный. Теперь серьезно. По поводу русского Диснейленда. Это как-то называется, по-моему, город сказки или что-то такое. Очень сложный вопрос. Потому что общие черты, общие принципы формообразования, они характерны для Копрома, конечно же. Но суть немножко другая. Вот мы недавно проводили экскурсию по Коломягам. В Коломягах, недалеко от них, есть известная церковь Спаса на диете. Ну, я думаю, вы видели ее на фотографиях. Назвали ее так, потому что на первом этаже этой церкви находился магазин диета. Он и подкротился недавно. А, спар тоже подкротился. Теперь там не знаю что. И прозвали эту церковь Спаса на диете, потому что вы не могли зайти с магазина туда. Это придомовой храм. И тенденция придомовых храмов, это тенденция десятых годов. Тенденция усиления влияния церкви на жизнь общества и на политику. И я, несмотря на всю похожесть фасадов этой церкви и здания, синюшность этого здания, которое отсылает к синебелу-голубому зениту, который там далеко, это прямая отсылка. Архитектор сопротивлялся, но заказчик добился своего. Все-таки эта церковь, это примета нашего и, скорее даже, вашего времени. Десятых годов, которые мы заслужили. Что по поводу сказки, я думаю, что это тоже приметы нашего времени. Десятые тенденции к гигантизму, к показу, что мы можем тоже свой Диснейленд сделать и не надо нам всяких этих бедозовских, это тенденция нашего времени все-таки. В 90-е протестовали против Макдональдса, выходили против него. Но в 90-е это было все иначе. Тогда губернатор Яковлев, который был в Петербурге, уговаривал, подходил и уговаривал депутата, который пришел говорить, чьи-то наши, еще наши, и вообще уберите этот Макдак отсюда, уговаривал его уйти. Это совершенно другое время. И оно более свободное, конечно же. И об этом говорят все архитекторы, даже те, которые до сих пор владеют студиями, которые работают. Есть множество слоев у архитектуры. Есть слой чисто визуальный, чисто формотворческий. Но есть и привязка ко времени, возможность создания этой архитектуры в наше время. Она появилась в наше время, в наше, совсем недавно. И важно разбираться с философией этой архитектуры. Почему она появилась? И мне кажется, если копать, то это уже не Копром. А по форме, конечно, Копром. Я думаю, что это не совсем Копром, потому что Копром постматургизм в нашей степени и заигрывает с посетителем. А цель этой сказки в том, чтобы зритель пришел и поиграл ребенка, например. Поэтому его нехозяйственность, она модернизма в этой степени. Возможно, но вы правы, конечно. Копром – это постмодернизм. Мы просто придумали такой термин, чтобы обозначить, легитимизировать это направление постмодернизма в рамках России. И все. Чтобы не было фикализмов, чтобы не было Копра, а было Капра. Еще вопрос. У кого-то в животе или в чем? А как сами архитекторы инфлексируют сейчас, спустя какое-то время, по поводу зданий, которые они там делали в 90-е, например? Я недавно водил студентов к Жукову. Это главный архитектор Копрова, пожалуй, Петербурга, на мой взгляд. Те, кто был, понимают, что это совершенно адекватный человек. Когда я учился в УЗИ, нас все убеждали, Варламов убеждал, которого я очень любил до этого лета, пока с ним познакомился лично, что это все бескусится, и то, что они неосознанно это делали, просто у них вкус плохой. Но большинство архитекторов, которые делали Копром, делали это осознанно. В советское время у них были совершенно другие постройки. И эти постройки, они вписываются в эстетическую нормативность нашу свадьбу. Ее считают вкусной, ее считают уместной, а Копром нет. При том, что у них есть теоретическая база для обоснования этой архитектуры. Кто-то стыдится некоторых проектов, но Жуков, слава Богу, ничего не стыдится. Он может про них рассказывать, он может говорить, что заказчик где-то подвел из перестроителя. Это все бывает. Архитектура же не одним человеком делается. Но он принимает эту архитектуру, он готов отчитаться за каждый элемент этой архитектуры. Это очень важно. Они осознанно делают постмодел. Даже вчера в Москве я предложил тему для наркомфина. Давайте я свяжу 90-е с 20-ми по уровню свободы, по уровню эксперимента. А мне сказали, что Копром плохой пример. Я не понимаю, действительно, как можно любить конструктивизм и не любить Копром, если ты разбираешься в архитектуре. Это невозможно. А где столица Копрома? Ну вот, самое крупное скопление, в принципе. Я вчера гулял в Москве. И я уверен, что это столица Копрома. В Москве Москва. Есть разные города. Есть Саранск. В Саранске Копром достиг своего пика, но уже на рубеже. Это закат Копрома. Обычно всегда. Самый яркий пример появляется на закате. Рубеж 90-х нулевых. Саранск вообще прекрасный город. А Юшкарова чего стоит? Это же тоже Копром. Это романтизация. Проворовавшийся губернатор хотел, чтобы у него было возрождение. И он сделал это возрождение. И его будут по нему помнить, какой бы этот человек ни был. И это романтизм одного конкретного человека. Но все-таки столица в Москве. Потому что в Москве наибольшее разнообразие Копрома. Там вы найдете любые примеры. Кстати говоря, буквально месяц назад проходила выставка «Арф Москва». И я был в качестве экспертного совета по отбору самых знаковых сооружений Москвы, построенных за вот эти 30 лет. Не за 20, а все-таки уже и наших десятилетий. И меня уверяли, что на Утиус 97-го года, на Лубянке есть такой торговый центр, который все шелят, что он не войдет в топ. В итоге он вошел. Слава Богу, многие уже понимают ценность этой архитектуры. Это абсолютно новая архитектура, которая пришла на смену советскому внутреннизму. И Москва может рассказать многое об этой архитектуре. Но многое может рассказать Петербург. Еще. Тут вопрос, так сказать, почти из эфира, про храм вооруженных сил РФ. Он как бы относится к Копрому? Все храмы нашей эпохи я не отношу к Копрому. Тут наши знакомые внезапно придумали термин Капутру. Капиталистический утилитаризм. Какой там утилитаризм, это еще подумать надо? Вы же понимаете, как распространяется термин? Мы еще год назад, я смеялся по поводу этого термина. Мы не думали, что он будет и на Википедии, и везде. Капуту, возможно, тоже прорвется. Потому что этот термин поддерживают ключевые телеграм-каналы. Ну, архитектурные излишниства, допустим. Но в чем там утилитаризм, я не понимаю. И церкви, вот этот новый реализм, новый натурализм, я бы сказал, десятых годов, который пытается восхвалять церковь и ее роль в государстве, его еще называют путинским ампиром, и это действительно очень близко к тенденциям ампира. И то, что у нас строится русский дом далеко от мухи или дом с бантиком на мойке, это тенденции нашего времени. И эту архитектуру тоже надо будет сохранять. Когда у нас впервые брала Юлия Галкина из «Вилладжа» интервью по поводу Капрома, мы ей сказали, что Капром — это о любви к архитектуре вообще. Это не только любовь к Капрому, любовь к трэше. А трэш — это не обидное слово для постмодерн. Она нам ответила, что да, я вас понимаю, но мы ей говорим, так надо же будет полюбить и фарнас, надо же будет полюбить и современную архитектуру, и путинский ампир тоже надо будет полюбить. Она говорит, это я не могу принять. И недавно она даже выпустила статью «Падающие молодые люди из окон девяток», пытаясь доказать, что эта архитектура убивает. Это очень громкое заявление, это надо еще доказать. Но даже если она убивает, это часть нашего времени. Это единственное, что мы сделали. Мы больше ничего не сделали в Петербурге за эти десять лет. Еще некоторые издания в центре. И это часть десятилетней истории, ее нельзя игнорировать. Мы наступаем на те же грябли, что и многие другие люди, которые не любили конструктивизм, которые перестраивали конструктивизм. Да, у Капрома другой язык, его не понять языком модернизма, не понять языком утилитарности. В конце концов, проявления Капрома, они всюду, они очень разные. Один из моих сахаров, Гавриил, ездил в свое время в Дагестан. Ну, буквально год назад. И приводил примеры Капрома оттуда. Многим не нравится вот эта хаотичность Дагестана. Но это проявление свободы, свободной торговли, часто нелегальной. Проявление народной воли. И он сравнивался с Чечней, где все закрыто, все за заборами. И в Чечне тоже есть свой Капром, но только он уже не свободный, он государственный. И вот этот государственный Капром, скорее всего, это нечто иное. Это уже архитектура десяток. Поэтому Капром бывает разный. И Капром – это про свободу высказывания в свое время. И это очень важно понимать. И важно изучать. Еще вопросы? – Вопрос. Вопрос. – Вопрос. – Вопрос. – Мбедит, она видится или меняется. А на самом деле, у нас эволюционные изменения, к моему сожалению, очень плавные. Вот это свобода, которая была в начале 90-х, в Петербурге выразилась крайне робко. У нас был эквектизм. Сами архитекторы не любили, что так называют Копром. Они говорили, мы делаем постмодерн. Мы в духе постмодерна переосмысляем декор. Далее начался зрелый Копром, со стекляшками, с вот всей этой дерзостью и смелостью. И на рубеже 2009-2010 года в Петербурге это отчетливо видно. Влияние государства на архитектуру. Мы брали интервью у главного архитектора Петербурга, нынешнего главного архитектора Григорьева. Он строил галерею. Я думаю, все знают этот торговый центр. По первоначальному проекту там должно было быть в два раза больше стекла. Пришла Матвиенко и сказала, нет, так не будет. Григорьев сожалеет. Ему кажется, это неудачный проект. Он о многих своих проектах вообще сожалеет. Борьба со стеклом, который не любят люди, она поддержана благо государства. В Петербурге это хорошо видно и по зданию новой биржи. И курс, который взял государство, а все архитекторы современности, у которых мы брали интервью, отмечают сильную роль государства в архитектуре на данный момент. Вот эта роль государства и государство само, оно пытается угодить воле массы людей, которые не любят стекло и не любят Копрова. Поэтому лично для меня Копрова это не только предискусица, а еще и про много чего еще. Он может рассказать политическую историю нашей страны. Что-то-то поменяется со временем, но по всей видимости это будет очень долго меняться. Еще вопросы? А такой не совсем про Копром вопрос, а в принципе про архитектуру. Повлияет ли как-то нынешняя, условно пандемия, повлияет ли она как-то на архитектуру, по вашему мнению, как-то заметно? Может ли вообще такое мировое событие повлиять на то, что сейчас будут строить? Большое видится издалека. Мы вообще, когда появился вот этот термин новый капут, назвали их людьми, которые желают что-то обобщить, пока это еще не закончилось. То есть Копром явно для нас, для всех, закончился. Он продолжается в каких-то вариациях постмодернизм жизни, и это будет продолжаться долго, до наступления каких-то новых тенденций. Ни одно явление не заканчивается полностью. Даже в период конструктивизма у нас в середине 20-х строятся пропеллеи смольного, неоклассические. Это общие тенденции для любых времен. Тенденции резко не заканчиваются. Они всегда находят свое продолжение. Просто есть основные или новаторские тенденции. А есть те, которые уходят на второй план. И как повлияет пандемия на архитектуру, безумно сложно сказать. В студии как работали, так и работают. Возможно, будет меньше денег. Возможно, появится новый, очевидно, что появятся новые запреты. Ведь же смысл терактов не в том, чтобы убить трех человек. Вероятность погибнуть от теракта гораздо меньше, чем вероятность погибнуть от автомобиля. Или от того, что люстра это упадет. Для того, что вы просто заболеете в холодных помещениях. Вероятность погибнуть от теракта ничтожно мала в нашей стране. Может быть, сама не больше. Но у нас очень низкая вероятность. Но любой теракт, теракт Петербургского метро или какие-то другие теракты, очень сильно влияют на урбанистику. У нас появляются рамки многомиллионные. У нас появляется контроль бесконечный. Это огромное влияние. И именно так теракты работают. Именно так они проявляются. И тот, кто их организует, он знает, что так последует. Задача не убить как можно больше людей. Задача наделать шум. И когда государство подчиняется, то это демонстрация слабости. У нас государство не идет на переговоры с террористами. Но оно очень быстро внедряет меры безопасности, навязанные террористами. Или там что-то иное. Но об этом вы можете посмотреть, например, на НТВ 90-х годов. Здесь не буду говорить. А то арестуют еще. Другая роль государства. Еще вопросы? Все? Вопросов больше нет? Капром зажигается новыми красками. Я вам скажу иначе. Недавно, буквально несколько лет назад, капром стали гасить. Всю подсветку капрома, которая появилась ранее, ее стали гасить. Она стала отсутствовать в этой архитектуре. Так пытаются капром приглушить, спрятать. Но вот на Владимирской площади это хорошо видно. Рейнг-Холм, он не единственный темный, а все остальное подсвечено. Тем самым капром наоборот, выделяют. Так что можете сходить на свидание с Рейнг-Холмом, его будет хуже видно ночью. Возможно, он даже вам больше понравится. Еще вопросы? Если нет, то я спешу откланяться. Я сейчас откланюсь. Подождите, не уходите. Главное, чтобы ничего не упало. Здесь должно что-то произойти. Я не уверен, что это произойдет, но очень надеюсь, что будет. И даже не сломается. По-моему, это все. Я вас осветил, спасибо. Спасибо нашему Александру Семенову за сегодняшнюю футбическую лекцию «Перформанс». Мы очень рады, что вы все собрались и пришли на нашу первую лекцию в этом году. Я и ребята являются членами лектория, которые работают на базе Центра волонтеров и культуры. И если вас заинтересовал такой формат лекции, вы бы хотели поучаствовать как-либо.